Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой темною, с проклятною востной. Скажите, с какой цели вы сегодня вышли? Вы поддерживаете Украину? Вы поддерживаете фашистов, которые убивают мирных людей со стороны Украины? Украины на Донбассе. Фашисты убивают мирных россиян в России. Кого вы подразумеваете фашистом в России? Убийц. Каких убийц? КГБ. У нас КГБ существует? Да. По-моему, вы зависли в Советском Союзе. Или вы за Советский Союз выступаете? Против. Против Советского Союза? Тогда КГБ уже давно нет. А если вы за, то КГБ существует. Так определитесь вы, КГБ есть или нет, Советский Союз есть или нет. Извините, интернет-канал НОД Санкт-Петербург. Вы поддерживаете этого человека? А мы не поддерживаем, я жут на лист, извините. Идиотов поддерживаете? Спасибо. Жители Санкт-Петербурга не поддерживают данного гражданина, который вылез. Мужчина, вы поддерживаете данного гражданина? Нет, конечно. А почему? А почему я его должен поддерживать? Ну, он поддерживает Украину, вышел для того, чтобы поздравить Украину с независимостью. Я совершенно не поддерживаю. И какая независимость, ни от чего, это самая интересная. Я каждое лето вздыхал на Украине. Вы поддерживаете действующую власть в Украине? Мы не поддерживаем то, что происходит сейчас в Украине. А сам народ украинский... Сам народ, мы вообще любим, да, украинцы прекрасные. Народ это одно дело, а вот то, что происходит сейчас... Вот данные люди одобряют сожжение людей в Одессе. Одобряют? Конечно. Конечно. Нет, нет, никто ничего не одобряет. Я думаю, это просто провокация. Мы одобряем людей украинских. Мы одобряем какие-то здравые начинания, которые происходят там. Если русский народ противоречит в это произведение, я не думаю, что именно что-то делают категорично. А вы считаете ли вы украинцев, русских и белорусов единой нацией, единым славянским народом? Я считаю, что вообще, в принципе, всех людей мы собираем это считать единую нацию, единую нацию. Чем мы отличаемся? Понятно. Спасибо. Спасибо. Я с троллями с этими... Не, ну при чем не с троллями, например? Вот за этих два до реформаторов, да? Да, кастаньте. При советах жили и помните. Если вы вышли в публичное поле, вы отвечаете на вопросы. Либо вы трус, либо предатель, либо провокатор. Тогда удалитесь с Невского проспекта, пожалуйста. И все. Это мой город. И наш тоже. Мы не говорим, что это не ваш город. Просто если вы провокатор, выступаете на стороне хунты незаконно пришедшей власти, которая проводит геноцид собственного народа, значит вы предатель. Значит Путин проводит геноцид собственного народа. А то это ваша младая реформатор его не проводила. Я говорю, что... Так, отстаньте вас. Лидер вашей партии, Явлинский, является организатором геноцида русского народа. Который проводил программы по ликвидации Советского Союза промышленности. 500 дней. 500 дней. Это Явлинского программы, если вы не знаете. Явлинский программ только не дали реализовать. Чтобы он сдохся, этот программ был. Какая здесь табачная хунты были. Здорово было, да? Прекрасно. Явлинский предатель Родины. Табачный хунты. А вы что, курите что ли? Курил. И вы курите? Я не курю. А при чем здесь курите, не курите? Когда здесь Невский перегораживали, не помните, нет? Ну ладно, идите с кем-нибудь еще. Скажите, пожалуйста, под камеру, считаете ли вы референдум в высшей степени волеизъявления граждан? Скажите, пожалуйста, тогда скажите мне, пожалуйста, на Украине граждане Советского Союза проголосовали в 91-м за сохранение Советского Союза. Вы выступили с инициативой за референдум против моста Кадырова. Во-первых, правительство Петербурга запрещает этот референдум. Ну, вы не набрали в соответствии с законом, в соответствии с числом подписи. Все набрали. Ничего не набрали. Это вы врете. Покажите документы. Слушайте, если вы не в курсе... Вы лгун и провокатор. Значит, избирком Санкт-Петербурга не позволил даже начать собирать подписи. Они забраковали вообще все. Просто они сказали, что нельзя проводить референдум. Считаете ли вы легитимным референдум 91-го года? Значит, референдум нужен против моста Кадырова. Я сейчас вам сказал. Вы можете на вопрос ответить? А я сейчас референдум против моста Кадырова. Ну, добивайтесь. А референдум в 91-м году прошел. А вы за Кадырова. За нашу братскую Украину, которая с Россией, с Белоруссией. За наши братья, которые на Донбассе, которые воюют против фашистов. Слава Украине! Какой Украине-то? Нашей русской братской республики. Вы за фашистскую Украину? Либо за Донбасс? От кого независимая? От Америки, наверное. От КГБ? От КГБ нету у нас. Нет. А где она? Президент у нас КГБ, губернатор у нас КГБ. У нас есть путинские фашистские бунты. Это очень частный КГБ. Я не знаю, что такое прошло в Украине. А представьтесь, пожалуйста, кто? А представьтесь, пожалуйста, кто? Евгений, член НТС и член солидарности. Борец с советским режимом с советских времен. Отвечу вам. То есть это вы игнорировали референдум в 91-м году? Это я игнорировал референдум. Боролся с советщиной. То есть вы против воли народа, да? Я против воли Совков. Вы против воли Советского народа, да? Я против воли Советского народа. То есть вы против Советского народа, да? Потому что я всегда Советский Союз презирал и ненавидел. То есть вы враг Советскому народу. Да, я враг Советского строя, враг Советской власти, Советского Союза. Всегда был им и остаюсь, и буду. Понятно. Ну вот, уважаемые друзья, на Невском проспекте враги Советского Союза собрались, здесь выступают за киевскую хунту, за ликвидацию Советского Союза, за те пакости, те преступления, которые сейчас проводит киевская хунта на территории Донецка и Луганска. Они здесь ходят, высказывают свою позицию, граждане их не поддерживают. Давайте проведем вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, если вы снимаете здесь, записывайте. Здравствуйте, я из исследовательской группы по мониторингу актуального фольклора. Так, ясно. Собираю в научных целях. Хорошо, вы поддерживаете этих людей, которые выступают за поддержку киевского режима? Да, я поддерживаю людей, которые... Ну, то есть, если это не моя исследовательская, а моя личная гражданская политика... Да, конечно. Ну, да, я, как бы, людей на семьи людьми, которые с желтой-синими флагами. А в чем вы их поддерживаете? В том, что... Просто я сейчас регулирую. Мне их позиция близка. Но я против войны, я против того, чтобы... То есть, вы за то, чтобы отдать Крым назад, да? Ну, я думаю, что его не надо было, да, брать изначально. Нет, он... Сейчас он уже, по факту, есть референдум проведен. Жители проголосовали большинством за вступление в Российскую Федерацию, за выход из состава Украины. И вы поддерживаете сейчас возврат. Вот эти люди, они призывают возвратить Крым. Ну, например, можно для начала спросить жителей Крыма, хотят ли они сейчас. Ну, их уже спросили. Может быть, они, во-первых, передумали за два года. Как... Ну, так... Я слышала такую информацию, что многие люди, даже те, кто голосовали за присоединение к России, сейчас уже в этом очень сильно разочаровались и хотели бы обратно. А вы знаете, что вот из партии «Яблоко» люди одобряют сожжение людей в Одессе. Одобряете вы этих людей или нет? В Одессе была очень сложная история, я не буду судить о ней, потому что, мне кажется, это действительно очень сложная история. Мне надо еще очень долго разбираться. И, ну, там, мне кажется, нет однозначного мнения, кто там кого, кто это начал, кто... То есть, когда людей убивали и сжигали живьем в здании, там нет однозначного понимания, да, что происходило? Нам нужно еще расследование. А почему... А сколько времени уже прошло? И расследование, уголовные дела не заведены. Бездействие сотрудников МЧС, которые бездействовали, когда дом профсоюзов поджигали. Полиция бездействовала. Почему не привлекается? Как вы думаете, к ответственности? Когда люди сообщали звонки, есть видео? Я знаю, почему. Как вы считаете, кто начал провоцировать людей на Майдане, когда начали погибать люди от пуль, от снайперов? Я не знаю. Со стороны Беркута и со стороны протестующих? Я не знаю точно, кто начал, это тоже все слово, что умеет сказать, да, кто, кто там начал. То, что люди стали, уже перешли к такой форме от мирного протеста к агрессивному протесту, но я думаю, что, видимо, их довели до этого, потому что изначально протест был мирный, изначально как-то, насколько... То есть сжигать Беркута это мирный процесс, да? Нет, изначально этого же не было, сначала Майдан стоял просто как мирный, как мирный протест, да, когда начались уже вот такие жесткие формы, там сложно судить, кто первый начал. А считаете ли вы возможным, значит, применение кого бы то ни было, кроме государственных органов, которые должны отстаивать правопорядок, да, принимать силовые действия, государственные структуры именно? Не поняли вопрос, да? Хорошо, ладно, давайте я вопрос другой вам задам. Считаете ли вы Украину в сегодняшнем виде колонии Соединенных Штатов Америки? Нет. С прямым управлением из Вашингтона? Нет. Ну, тут короткие ответы, нет, не считаю. А почему? Если высокооставленные чиновники из ЦРУ приезжают, вручают медали бойцам АТО в больницах? Тогда ТЭФТ указывает, что Украине делать. Приезжает, прямые указания дает. У вас есть свидетельство, что там прямые указания? Конечно, посмотрите, в интернете все есть. Он находится как хозяин у себя в колонии. Я этого не видела, поэтому сказать не могу. Понятно, спасибо. Уважаемые жители нашего города, вот сейчас мы наблюдаем пособников бандеровцев, пособников фашистов, которые поддерживают Майдан на Украине, поддерживают геноцид русского славянского народа на территории Украины, которые одобряют действия хунты, которая сейчас проводит геноцид населения на Донбассе. Нет, это какой-то бред. Да, конечно, бред. Одобряется жжение людей в Одессе. Данные люди одобряются жжение людей в Одессе. Это настоящие фашисты. Фашисты в нашем городе. А-а-а, это индустрия. Я тебя не узнал. Привет. Эти люди оскорбляют граждан нашего города, которые не согласны с тем, за что они вышли. Полиция бездействует. А-а-а, именно оскорбляют. Ну вот, вы не слышали, как женщина сейчас говорила. Просто поздравили Украину. Им смешно, что людей сжигают в Одессе, одобряют эти дела. Уважаемые жители нашего города, здесь собрались те люди, которые одобряют фашистов, которые захватили власть в Украине. Одобряют людей, которые сожгли в Одессе. Они кайфуют от этого. Ну, в общем, ненормальные люди. Безумные люди нашего города. К сожалению, на нашем мероприятии, на публичном мероприятии культурным массам, отсутствуют бойцы Новороссии. Они бы рассказали, как обстоят реальные дела в Украине. Сколько людей, детей убили. Системой градураган, точкой у. Эти люди нашего города поддерживают этих убийц. Да уж кормятся. Блин, так и кормятся. Вот берлоги, вот берлоги. Ты кормишься. Это майдаун. Это майдаун. Майдаун. Послабо поскакать через Дня независимости Украины. Кто не скачет, тот в Москве. Это поскали они собрали. Я давно прыжка не претензировал. А скопление, как это документно. Скажите, я вот понимаю, что вы поддерживаете этот день, День независимости Украины. А скажите, пожалуйста, в 91-м году граждане Советского Союза, проживающие на территории Украины, голосовали за сохранение Советского Союза или нет? Ну как, я не знаю. Я бы уходил сейчас. Так, почему? Я уже не пелец Советский. Да? Кто ваши родители? Момент. Исторически, давай. Люди его родители. Да не надо. Исторически. Кто ваши родители? Люди его родители. В отличие от вас. В смысле, Адам и Ева? Нет, Адам и Ева. Что вы здесь делаете? Реально. Ну что это за балаган? Здесь живет этот человек. Балаган устраивается. Ненужный. Просто я не пойму, я с Урала, да, работец. Город, Екатеринбург, тихо. Видно. За счет нашей стали вы выдержали победу и прочее. Так, вы кто позитив? Кто по жизни? Тихо. Танки Гитлеру поставляли. Тарган, это... Ну танки Гитлеру поставляли. Мадам. И бензин. Фашистские танки на советском бензине брали в Париж. Так, давайте, вы кто по жизни? Человек он по жизни. Тихо. За пенсию где рубили? Да вы не призывайте с дурдома сбежали оба. Реально, я их задолбаю сейчас. Говорите. Да вы себя... Они один вас задолбают. Не, 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 а я послушаю как... Да два врача уволились. Мы уже к ним не живы. Не, я свежие силы, вы говорите. Ну кем мы по жизни были? Отойдите, я снимаю. Отойдите в сторону, я снимаю. Я говорю, я до пресса сниму, мне не надо только... Вы мне мешаете снимать. Инженер, ну каким? Строителем. Ну я в ПГС. Так, что у вас не нравилось на советской системе? Бесплатное системообразование, когда стипендия 40 рублей, ее хватало на месяц. Лицемерие не нравилось советское. Какое лицемерие, мадам? Ложь советская. Да где ты ложь эту видишь? Да на каждом шагу. Что? Ну конкретно. Каждая советская газета. Чего у каждой газеты? Каждая советская газета. Ложь. От первого до последнего. Факты. Это же не уни. Вы факты говорите. Да лучшие люди у вас были враги народа. Кто лучшие? Японские шпионы. Назовите. Мандельштамы. Так, тихо. В Екатеринбурге Кузнецов. В величайшего поэта мира. Кузнецов. 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 Николай Иванович Кузнецов знаете кто был? Кто был? Он был инженером на Оралмаши. Скажите, пожалуйста, Кузнецов был инженером? Николай Иванович. А кто был Мандельштам? Он на бараке до сих порнавшихся. А в Мандельштам кто был? Вы знаете, Мандельштам. В Мандельштам он. Мы всех знаем, но вы здесь живёшь в затеях. За что вы его сгноили в лагерях? За что? Его мало, его растереть надо и всё. Мураво. Иди, отца, отсюда. Нет, нет, нет.